Заседание Совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров состоится 7 мая. От Кыргызстана в нем примут участие вице-премьер-министр Валерий Дель и глава профильного ведомства Олег Панкратов. Сегодня они уже вылетели в Москву и намерены прийти к общему знаменателю по разногласиям относительно двух протоколов. Кыргызстан настаивает на том, чтобы льготы по уплате таможенных пошлин действовали в отношении товаров, которые будут завозиться для реализации инфраструктурных проектов по соглашению с КНР. Во-вторых, Кыргызстан настаивает на исключении аудита системы ветеринарного контроля и взаимном ее признании странами ЕАЭС для осуществления свободного движения товаров сельхозпроизводителей. Больше 60% населения занято сегодня в сельской местности. Для нас это принципиально важно. Естественно, Кыргызстан будет выполнять все необходимые нормативы, связанные с фитосанитарным контролем, связанные с ветеринарным контролем. Для нас это очень важно. Мы будем соответствовать всем нормам, которые выдвигаются в рамках соответствующих процедур ЕАЭС. Заведующий президентским отделом внешней политики вновь подчеркнул, что Кыргызстан намерен отстаивать свои интересы. При этом чиновник констатировал, что участие страны в ЕАЭС является одним из основных приоритетов внешней политики. Участие Кыргызской республики в этой организации является одной из основных приоритетов нашей внешней политики. Потому что, вы знаете, мы к этому шли уже достаточно длительное время для Кыргызской республики. А в целом для таких мероприятий это очень короткий промежуток времени. Можно сказать, что Кыргызстан реализовал все задачи, которые перед ним стояли, достаточно короткий промежуток времени. Президент Алмазбек Атамбаев вылетает в Москву 7 мая. И на следующий день состоится встреча глав государств, членов ЕАЭС. Сапар Исаков выразил уверенность, что точки соприкосновения по спорным пунктам будут найдены. Границы будут открыты, когда стороны ЕАЭС выполнят все внутригосударственные процедуры. То есть, после процедуры подписания протоколов, страны должны провести процедуру ратификации у себя в своих странах. Это, ну, скажем так, соответствующий законотворческий процесс, который в обязательном порядке нужно пройти. Как заявил Исаков, разногласий, как таковых, с членами ЕАЭС у Кыргызстана нет. Есть только процедурные вопросы.